Три дня и три ночи. На сон и отдых лишь несколько часов. К такому рыболовному марафону Наталье не привыкать. Уже четыре года она не просто спутница мужа на рыбалке, но и полноценный член команды. У нас абсолютно команда слаженная, то есть мы выполняем каждую свою функцию. То есть на Григории оснастки, заброс и все остальное. На мне полностью прикормка и обустройство лагеря. То есть в принципе женская работа. А рыболовный спорт стал делом жизни, потому что на рыбалку нам стало некогда съездить на обычную. Мы либо на соревнованиях, либо изредка на тренировках. Именно этой супружеской команде и удалось выловить первого на этих соревнованиях карпа. Да, его 710. Рыба зачетная. Поймать на этом водоеме можно и приличного сама, и леща, и карася. Но в зачет идет только карп и белый амур от полутора килограммов. После поимки и взвешивания рыбу обязательно отпускают. Это главное условие соревнований. А иногда ей даже приходится обрабатывать раны от прокола крючка. Первое наше правило – не убей. То есть, соответственно, мы бережем природу, бережем к ней относимся, не едим рыбу, не убиваем ее. Затем, чтобы рыба не умерла до взвешивания, строго следят и судьи. Если в мешке обнаружена мертвая рыба, то сразу дисквалификация. На завес судьи выходят несколько раз в день. Если каждый час-два в мешке может посидеть без каких-либо для себя последствий, то амур этот час-два может оказаться фатальным. Часа в два-три мы где-то взвешивание производим. У этой команды к приходу судей взвешивать пока казалось нечего. Здесь дедушка вместе с внуком разрабатывают стратегию на ближайшие три дня. Самый лов, рассказывает 15-летний Илья, начнется ближе к вечеру. Сейчас время подготовительных мероприятий. Несмотря на небольшой для рыболова возраст, Илья уже знает, и как правильно приготовить прикормку, и как забросить ее в нужное место. Начал заниматься рыбалкой. Я лет с десяти меня привлек дедушка. Сначала мы рыбачили на маленьких водоемах, но потом это все разрослось, и вот переросло в карповую рыбалку. Немаловажно, рассказывают рыбаки, и место ловли. Хоть этот водоем и небольшой, да и рыба тут буквально кишит, крупный улов не гарантирован. Сектор, где команды проведут ближайшие три дня, определяют слепым жребием. Но главный рецепт успеха один. В труде надо много работать. Тогда будет успех. Победитель открытого чемпионата области определится в воскресенье. Главный критерий – общий вес пойманной рыбы. На предыдущих стартах за три дня удавалось выловить до 300 килограммов. Сколько будет в этот раз, суеверные рыбаки предсказывать не решаются. Но все условия для крупного улова здесь есть. Алексей Соков, Константин Миронов, 6 канал.